Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на канале история фотографии. 12 апреля 1944 года на аэродром Луцаре, который немцы называли Петсама, прибыло 7 транспортных самолетов Юнкерс 52, о чем стало известно командование ВВС Северного флота. Было принято решение нанести штурмовой удар по немецкому аэродрому. В воздух поднялись 4 самолета Ил-2 из 46-го штурмового авиаполка Северного флота в сопровождении 14 истребителей флотской авиации. По докладам экипажей штурмовой удар удался. Было заявлено об уничтожении двух транспортных Юнкерсов, а в воздушном бою было сбито 5 109-х Мессера. После выполнения боевого задания все самолеты вернулись на свой аэродром. Через несколько часов для закрепления успеха и фотофиксации результатов удара в воздух поднялась вторая штурмовая группа. На этот раз ограничились только двумя Ил-2. На их сопровождение было выделено 7 аэрокобр из 2-го гвардейского и 20-го авиационных полков. Но группу ожидали. Она была встречена яростным огнем зенитной артиллерии, а в воздухе уже баражировали истребители противника. Этот налет обошелся ВВС Северного флота дорого. Были потеряны оба штурмовика и две аэрокобры. Первый экипаж Ил-2, младший лейтенант Варгин и сержант Саяпин погибли. Экипажу второго Ила, лейтенанту Васильеву и сержанту Мельнику, удалось сесть на вынужденную. Из наградного листа Станислава Васильева. Огнем пушек и пулеметов был уничтожен взлетающий истребитель МЕ-109. В момент выхода из атаки после прямого попадания зенитного снаряда загорелся мотор. Пламя огня и антифриз обжигали лицо. В исключительно сложных условиях посадил горящий самолет в нескольких километрах от вражеского аэродрома. И на лыжах, скрываясь от преследования вражеских истребителей и постов, вышел сам и привел своего стрелка. Летчику первой из аэрокобра лейтенанту Турганову также удалось совершить вынужденную посадку, но он был пленен. Пройдя концлагеря от Норвегии до Чехии, освободился, участвуя в восстании заключенных. После проверки был восстановлен звание и должности и направлен для дальнейшего прохождения службы в свою авиационную часть. Вторая аэрокобра упала и разбилась вместе с пилотом возле вражеского аэродрома. Поисковики давно знали, что рядом со старым немецким аэродромом Мурманской области лежит советская аэрокобра. Однако серийные номера деталей, по которым можно было определить принадлежность самолета к воинской части и установить имя летчика на месте найти не удалось. Но помог случай. На одном из интернет-аукционов были выложены немецкие фотографии с места падения советского истребителя. Большую ценность представляли подписи к фотографиям. На обороте был указан не только тип самолета, аэрокобра, но и дата и место съемки – Пицама, апрель 1944 года. В этом месяце у аэродрома Луцари была потеряна только лишь одна аэрокобра вместе с летчиком. Сопоставив местность, изображенную на фотографиях с местом, где были обнаружены фрагменты от советского самолета, удалось определить, что здесь погиб летчик 2-го гвардейского истребительного авиаполка Северного флота, в гвардии младший лейтенант Евгений Павлович Качевский. В 1944 году Евгению Качевскому было всего 20 лет, но он уже имел за плечами большой боевой опыт и был награжден Орденом Красной Звезды за победу над Юнкерсом-88. 18 мая 1943 года на перехват разведчика Юнкерс-88 в составе 1-й эскадрильсы 24-й группы дальней разведки поднялось дежурное звено «Аэрокобр». Ведущим был опытный летчик гвардии младший лейтенант Павел Климов, а ведомым тогда еще старшина Евгений Качевский. Самолет противника, пытаясь оторваться от преследования, перешел на бреющий полет, прижимаясь к поверхности Баренцева моря. Но после атаки Качевского Юнкерс навсегда вскрылся в холодных водах, забрав с собой экипаж лейтенанта Ехима Любеля. Мы знаем, что именно этот экипаж Ю-88 30 мая 1942 года сбил над Баренцевым морем Китихаук командира 2-го гвардейского краснаменного авиаполка, дважды героя Советского Союза Бориса Сафонова. Через год после гибели своего командира Евгений Качевский отомстил за него. А 16 сентября 2020 года участниками проекта «Прерванный полет» на месте гибели гвардии младшего лейтенанта Качевского был установлен памятный знак. А с вами был Станислав Соков. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова